Окей, значит, сегодня, сразу вас предупреждаю, лекция будет долгая, поэтому запаситесь с терпением, сядьте поудобнее, поехали. Поговорим мы сегодня о тестах. И начну я с такой небольшой предыстории. Когда я только начинал заниматься разработкой, у меня был руководитель, звали его Лев, и он рассказал однажды такую прикольную историю. Я говорю, пришел я на работу, он, точнее, пришел с работы домой, и его жена спросила, Лев, чем ты занимаешься на работе? Он говорит, ну, я пишу код, пишу к нему тесты, покрываю свой код тестами, она такая, ну, прикольно тесты, а что это такое? Он говорит, ну, это тоже код, который проверяет мой первый код. Она говорит, а зачем? Ну, личный вопрос. Он говорит, ну как, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы все работало правильно. Она сказала, блин, Лев, ну я думал, ты хороший программист, зачем тебе себя проверять? Ты же ответственный чувак, ты должен писать хороший код. Зачем тебе код, который проверяет твой первый код? Ну, это же глупость. Он, конечно, рассмеялся, объяснил, зачем это все делать. И на самом деле тесты пишут хорошие программисты. И пишут они это по многим причинам, и сейчас мы их разберем. Итак, зачем же нужно писать тесты? Ну, во-первых, они помогают нам проработать исключительные ситуации. Когда мы пишем код, мы не всегда можем в голове удержать все крайние случаи. Так вот, когда мы пишем тесты на этот код, такая возможность нам предоставляется. И разберем мы это все на задачи, которые вам на прошлой неделе, на прошлой паре, точнее, анонсировал Сергей. Звучало оно так. Мы будем делать сервис заметок. Этот сервис будет работать по четырем запросам. По слышу он будет отдавать главную страничку. По слэш ноутс список заметок. По слэш ноутс, но пост запроса мы будем создавать новую заметку. А get запрос на слэш ноутс и имя вернет нам заметку. Напоминаем. И заметка, наверное, должна выглядеть как-нибудь так. Ну, то есть она не должна быть особо сложной. Она должна состоять там из парочки полей. Наверное, из основного содержания. Это вот, например, заметка мне на сегодня. И, ну, пусть будет даты создания в timestamp. Но здесь стоит вопрос. Вот последняя ручка, последний, последний запрос, он должен возвращать заметку по какому-то вот такому идентификатору. Как этот идентификатор получить? Давайте попробуем решить эту задачу. Ну, наверное, нужно взять первую строку заметки и превратить ее во что-то удобное для того, чтобы подставить это в уровень. Мы можем взять, привести все к нижнему регистру и заменить пробельные символы на тире и, в общем-то, получится неплохой такой идентификатор. Ну, вот в нашем случае to-do list, для него будет идентификатор выглядеть как-то так. To-do-list. Когда мы станем решать эту задачу, мы напишем, наверное, какой-то такой код. Назовем функцию generateNodeId, которая будет выполнять три части. Вырезать первую строку, ну, то есть какие-то символы до первого переноса, переводить к нижнему регистру и заменять пробелы на минус. Задача решена, готова. Давайте ее попробуем протестировать. Мы сейчас напишем код, который будет проверять вот эту нашу функцию. Мы его разместим в файле с одноименным названием generateNodeId, но добавим туда суффикс. Суффикс будет вот таким, минус тест. Почему мы так делаем? Я очень советую вам так делать, повторять иерархию тестовых файлов, соответствующей иерархии файлов в вашей директории с кодом. Это очень удобно, чтобы вы понимали, где находится, где к конкретному файлу находится файл с тестами. Ну, а суффикс «тест» вам не даст ошибиться. Вы однозначно поймете, что в этом файле лежат тесты. И так вот, создаем мы тестовый файл, в него подгружаем наш модуль generateNodeId, подгружаем библиотеку для сравнения, о ней чуть попозже, и начинаем писать первый тест. Объявляем блок тестов, вызывая функцию describe. В эту функцию мы передаем два аргумента. Первый — это название блока тестов, второй — это, собственно, сам код тестов. В describe мы объявим первый тест. Вызовем функцию id и передадим туда тоже два аргумента. Название теста и содержимое. В тесте будет два несложных действия. Мы вызовем функцию какую-то, точнее, не какую-то, а нашу, которую мы тестируем, generateNodeId, с какими-то параметрами. Ну, например, вот с такими. First slash n second. А тебе уже n-ку поставили. Вот, придется какое-то значение, и мы сравним это значение с эталонным. То есть мы должны получить first. Мы же вырезаем первую строку. Аналогичным образом мы напишем второй тест, который проверяет, что исходную строку мы приводим к нижнему регистру, передаем туда to do в разном регистре, получаем to do в нижнем регистре. И, наконец, последний тест на замену пробелов на минусы. Также передаем какую-то строку с пробелами, сравниваем, что получилась строка с минусами. Когда мы начинаем прорабатывать тестовые сценарии, тестовые кейсы, их называют, мы невольно задаем себе вопрос. А что будет, если? Может быть, мы не все случаи покрыли в нашем коде. Так вот, что будет, если передать ни строку? Ну, очевидно, в нашем старом коде, если передать ни строку, то будет исключение. Мы позовем split от ни строки, ну, например, от числа или от нула, и будет неконтролируемое исключение. Значит, нужно проверить, что аргумент, который мы передаем, — это строка. Задавая себе таким образом вопросы, мы добавляем новые тестовые кейсы и меняем наш код. Откуда вывод? Первый самый важный вывод — то, что тесты нам помогают. Решить нашу задачу лучше, проработать на исключительные ситуации. В результате вот таких вот вопросов у меня получился вот примерно такой код. Что здесь происходит? Сначала мы проверяем то, что входной параметр — это строка, затем вырезаем из заметки первую линию, первую строку, вычищаем все, кроме нужных нам символов, переводим в нижний регистр, обрезаем лишние пробелы и заменяем группы пробелов на минус. Мы дальше разберем еще раз этот пример, когда поговорим про подбор тестовых кейсов. Следующая вещь, о которой стоит поговорить, то, что тесты помогают нам правильно организовать наш код. Когда мы пишем код, который решает какую-то задачу, то мы, безусловно, оформляем его грамотно по код-стайлу. Мы стараемся сделать код лаконичным и разделить его максимально удобно по модулям, стараясь, чтобы каждый модуль выполнял какую-то задачу. Но, к сожалению, это не всегда имеет место быть, потому что хочется решить задачу побыстрее. Когда мы пишем код, который решает конкретную нашу задачу, мы в основном опираемся на два пункта. Чтобы удобно нам было передавать, то есть выделяем функции, когда нам удобно передавать параметры и когда возникает дублирование кода. Ну, второе вот прям сплошь и рядом возникает. Начинается код дублироваться, мы, хоп, его функцию вынесли. Или там нужно какую-то новую функциональность выделить, а мы ее не будем выделять, потому что слишком много параметров. Таким образом, вот руководствуясь этими двумя правилами, наш код немного усложняется. Модуль, который мы пишем, может решать сразу несколько задач, потому что, ну, нам так было удобно, когда мы писали решение. Вот давайте даже вспомним первую задачу. Как вы делали ее? Скорее всего, когда вы ходили на GitHub и там брали лекции, леммы, корни слов и считали их частотный словарь. Вы делали это все в одном файле, потому что вам так было удобно. Вы делали в одном файле и запрос в Gitu, и выбор корня слова, и подсчет. Все было в одном месте, потому что это, ну, естественно. Если же мы говорим о промышленной разработке, то такой код, наверное, нехороший. Требования к коду меняются, а значит в этот код придется возвращаться снова и снова. Поскольку все там переплетено, то есть одни вызовы функции зависят от других, все модули в одной куче, то такой код сложно поддерживать. Если же мы пишем код, который мы будем сразу же тестировать, он выглядит чище. Почему? Потому что для того, чтобы протестировать код, модуль должен быть изолированным. То есть он не должен зависеть от других модулей. Нам удобнее протестировать только одну функциональность. Например, то, что мы сначала сходили в гитхаб, вот оформили это все в модуль и его покрыли тестами. Потом покрыли тестами часть, которая про выделение корней слов, ну и, наконец, покрыли тестами общую часть по вычислению частотного словаря. Функции внутри модулей тоже выглядят лучше, потому что они решают одну маленькую атомарную задачку. Такой код, который пишется для тестов, он легче, его легче менять. Это вот как конструктор Lego. У вас есть несколько маленьких блоков. Вы взяли, заменили блок одного цвета на блок другого цвета, и как бы все работает. Потому что он изолирован, он атомарный. Ну а раз легче менять реализацию, значит, вы можете поменять одну библиотеку на другую, один модуль на другой, и ваш код станет делать что-то другое. То есть его будет легче поменять. А такой код легче в поддержке. Тут важно отметить, что тестируемый код, то есть код, который можно тестировать, это не то же самое, что код, который пишется под тесты. Сначала кажется, что вроде как бы это одно и то же, но нет. Вот давайте вернемся к примеру про генерирование уникального идентификатора. Допустим, я захотел выделить всю работу с пробелами в функцию Replace Spaces. Тогда у меня будет какой-то такой код. В основной функции будет проверка на то, что аргумент строка, потом выдирание первой строки и приведение к нижнему регистру. Вся работа с заменами, стримами и вычищением лишних символов я унес в Replace Spaces. Кажется, удобнее протестировать отдельно Replace Spaces, отдельно Generate Note ID. Но вот эта функция, она наружу никому не нужна. То есть для пользователей вашего модуля вот эта функция не сдалась. Значит, ее не нужно экспортировать в угоду удобства тестирования. Ее нужно тестировать через функцию Generate Note ID. Значит, из этого модуля нужно проэкспортировать только первую функцию и не экспортировать вторую. Поэтому, когда вы пишете код по тесту, не перебарщивайте. Не делайте так, чтобы вам было очень удобно тестировать, но, может быть, неудобно пользоваться. Следующая важная вещь — это то, что тесты помогают изменять код. Как я уже сказал, большие проекты, они живут достаточно долго. Требования меняются, и код нужно тоже менять. Ваш код должен быть адаптирован к изменениям, но это не всегда так. И чтобы адаптировать его к изменениям, нужно его рефакторить. Рефакторинг простыми словами — это изменение вида кода без изменения его функциональности. То есть мы меняем то, как выглядит код в файле, но он по-прежнему делает ту же самую работу. Отсюда следующий вывод. Если мы не меняем функциональность, а тесты проверяют функциональность, то, используя тесты, удобно рефакторить. Мы порефакторили, запустили тесты, если они прошли, ну все хорошо. Далее. Тесты нам позволяют обновлять зависимость. Помните, Сергей рассказывал вам про Simver. Кто помнит? Поднимите руку. Ну, Simver. Такие три циферки, которые позволяют версионировать тот или иной модуль. Так вот. К сожалению, не все правильно пользуются Simver. Там сказано, что если вы поменяли обратную совместимость, то есть ваш модуль ведет себя сейчас по-другому, то первую цифру мажорную нужно обязательно поменять. Все люди, все ошибаются, и бывает такое, что выходит изменение библиотеки, патчевой версии, а там ломается обратная совместимость. И очень неприятно об этом узнавать, когда ваш проект уже находится в бою, и там на него валятся какие-то нешуточные РПС. Прикольно узнать об этом в момент, когда вы библиотеку обновили. Вы обновляете ее прямо в DEF-окружении, прогоняете тесты, и такие, о, прикольно, тесты проходят, значит, обновление библиотеки прошло хорошо. Кроме того, что, во-первых, ну, внешний мир такой суровый, и не все хорошо, не все правильно работают с Simver, вам иногда может потребоваться действительно обновить мажорную версию, и тут те же самые правила работают. Просто в DEF обновляете ее, проверяете все тесты, и если все хорошо, то обновление завершилось удачно. Давайте поговорим о том, что у нас является результатом тестов. Результатом тестов, как ни странно, является не код тестов, а отчет об их успешном или неуспешном прохождении. Вот таким образом выглядит тестовый отчет на первый пример с генератором идентификатора для заметки. Здесь несколько кейсов, и из этого отчета мы можем увидеть следующее, что часть тестов прошло, а один тест находится в состоянии пендинг. То есть мы написали тест, но не написали его реализацию, поэтому он в таком пограничном состоянии. Тут и не крестик, и не галочка. Он как бы ни туда, ни сюда. Тестовый результат, вот эта вот тестовая выдача является очень хорошей документацией для программиста. Если вы только что пришли в проект, или вы какой-то модуль взяли, и хотите понять, как он работает, вы можете запустить на него тесты, и из названия тестов понять, что же этот модуль реально делает. Можно даже не смотреть в код, можно просто прочитать эту выдачу и понять, ага, значит, наш генератор, он вырезает первую строку, кастует к нижнему регистру, ну и так далее, и так далее. Кроме того, вот этот тест в состоянии пендинга, я не зря его здесь оставил, это неплохая такая тудушка. Когда вы пишете туду, то есть как бы вещи, которые вы когда-то сделаете, вы их пишете, скорее всего, у себя в блокноте, в лучшем случае в высшем трекере. И о них можно забыть. А вот эта вещь, она всегда маячит перед глазами. Вы очень часто будете запускать тесты на ваши проекты, и вот такие вот тесты в состоянии пендинг, они как бы намекают, эй, реализуй меня, реализуй функциональность, напиши тест, давай сделай так, чтобы все было зелененькое. И это действительно работает, это действительно помогает. Кроме того, тесты — это неплохая живая документация. То есть вы можете не знать, как работает какой-то модуль, вы можете не знать, как его даже запускать, но пойдя в тесты, вы увидите, ага, вот модуль выглядит так, запускать его нужно вот так, с такими аргументами, и я получу вот такой результат. Ну, классно. Одна из наиболее нашумевших методологий, которую применяют при написании тестов, методология называется TDD, Test Driving Development, или, переводя на русский язык, разработка через тестирование. Чтобы использовать эту методологию, нужно вести разработку по следующим шагам. Для начала мы пишем тест на желаемое поведение. Обратите внимание, мы еще не написали ни строчки кода, но уже пишем тест на какое-то поведение. Если мы запустим, как вы думаете, что произойдет? Ну, кто считает, что зафейлится? А кто считает, что пройдет? И вы правы. Он может пройти, действительно. Ну, я вас поздравляю, если вы написали тесты, не написали ни строчки кода, значит, ваша функциональность реализована, ну, переходите к следующей задаче. Почему? Ну, нет, ну, круто же. Но, скорее всего, действительно тест завалится, потому что кода нет, и вы убеждаетесь в этом и пишете реализацию. Тут важно понять, что вы пишете реализацию такую, чтобы тест прошел. Она может быть неоптимальной. Главное, чтобы тест стал зеленым. После этого вы прогоняете снова еще раз все тесты и убеждаетесь, что они проходят. Если нет, ну, сделайте так, чтобы прошли. И вот этот вот заключительный этап, который называется рефакторинг, он помогает сделать ваш код, который вы написали в третьем пункте, красивым, удобным, готовым к изменениям, читаемым, в общем, няшным. Ну, и все. Если вы завершили все эти пять шагов, то, как любит говорить Магаса Раскинович в таких случаях, go to, шаг один, ну и все. Погнали дальше. Как говорит автор этой методологии, TDD, Kent Beck, разработка через тестирование поощряет простой дизайн и внушает уверенность. Почему это так? Почему простой дизайн? Потому что вы сначала пишите тесты на этот интерфейс, на дизайн, то есть вы сначала декларируете, как должно себя вести, какое поведение должно быть вашего кода, а затем пишите реализацию. Когда вы идете от интерфейса, ваш интерфейс становится лучше, чище, прозрачнее. А почему он внушает уверенность? Потому что у вас всегда весь код покрыт тестами, даже когда кода еще нет. И это означает, что любое изменение, оно приведет, ну то есть нет такого кода, который не покрыт тестами, который вы можете сломать. То есть тестами покрыто все, значит код надежный. Давайте поговорим о том, как правильно формировать тестовые кейсы. Это очень сложный вопрос на самом деле, и так, наверное, однозначно нельзя на него ответить. Давайте попытаемся какие-то правила выделить для того, чтобы понять, какие тестовые сценарии нам нужно прописать. Ну для начала. Наш код разбивается на какие-то действия. На каждое осмысленное действие, на каждое законченное действие нужно написать по тесту. Если в вашем коде есть исключения, вы их сами пробрасываете при помощи throw, или это исключения, которые возникают, неконтролируемые исключения, там сетевая ошибка или деление на ноль, то вот на такие исключения нужно написать на каждое по тесту. Ну и, наконец, если у вас есть ветвление, то на каждую ветку тоже нужен тест. Ветвления могут получаться не только if-ами, также switchcase-ами, for-ами, while-ами, ну в общем всем-всем-всем. В итоге вы должны получить набор тестов, в каждом из которых проверяется какая-то функциональность. Одна функциональность. И желательно, чтобы она не проверялась в другом тесте. Конечно, если следовать в тупую вот этим правилам, вслепую, то у вас неизбежно будет повторение тестов. Так вот, вот это правило, оно поможет вам от повторения избавиться. Я специально здесь поставил звездочку, потому что это правило работает в идеале. Конечно, в каждом конкретном случае нужно подбирать тестовые сценарии непосредственно под тест-кейс, под код. Давайте разберем вот этот пример про генерацию идентификатора для заметки. Какие здесь есть тестовые сценарии? Ну, для начала. У нас в первой строчке кода есть ветвление. Ну, значит, вот на эту штуку нужно писать тест. Окей. Следующее, следующее смысленное действие, которое происходит здесь, это вырезание первой строки. Ну, окей, пишем тест на него. Приведение к нижнему регистру. А, ну, кстати, да, вот про вырезание первой строки. Кажется, здесь два вызова. Split и Shift. То есть мы разделяем на массив строк по переносу и берем первую. И кажется, здесь два действия, два теста. Но, как мне кажется, здесь действие одно. Вырезание первой строки. Поэтому на два этих вызова я написал бы один тест. Ну, при введении нижний регистр понятно. Вырезание символов невалидных. Обрезание в начале и в конце тоже можно в одном тесте проверить. А вот здесь нюанс. Кто мне скажет в чем? И сколько бы тестов вы написали на эту строку? Два. Два. Кто сказал два? Я сказал. Почему? Потому что без пробелов вообще и несколько пробелов. Не совсем. Несколько пробелов — да. А вот первый кейс — это когда один пробел. Ну, то есть, смотрите, здесь на самом деле происходит два действия. Мы, во-первых, схлапываем кучу пробелов. То есть, мы слэш S плюс 2, пробелы 3, 4, 5. Мы их все схлопнем в один минус. То есть, мы ужимаем пробелы, которые между словами. А во-вторых, мы заменяем пробелы на минусы. Два же действия, значит, и теста будет два. Понятно? Ну, и, соответственно, в результате мы получим какой-то вот такой набор тестовых сценариев. Для того, чтобы ваши тесты было удобно читать, для того, чтобы вы их сами понимали, даже спустя год, после того, как вы их написали, очень важно правильно их организовать. Старайтесь сделать так, чтобы ваши тесты делились всегда на три части. Первая часть — это подготовка. В этой части мы можем приготовить какие-нибудь данные. Если мы ходим в Монгу, то мы можем подключиться к Монге, что-то в ней почистить. Ну, в общем, сделать так, чтобы мы готовы были вызывать нашу основную функцию. Второй — это основной шаг действия. То есть, мы вызываем нашу функцию, проверяем, что принимаем какой-то результат. И третий шаг — это проверка, в которой мы проверяем, что результат, который нам вернулся в средстве действия, нас удовлетворяет. В случае про генерацию идентификатора, часть подготовки отсутствует, и мы начинаем сразу с действия. Мы говорим, сгенерируй мне вот такой Note ID, по такой строке Note ID, а затем выполняем проверку, что эта строка будет равна вот такой. Какие же инструменты мы будем использовать для того, чтобы писать тесты на JavaScript? Существует несколько фреймворков, и один из самых популярных — это MOKA. В заимствованных словах CH читается как K. Итак, для того, чтобы установить MOKU, мы воспользуемся пакетным менеджером, NPM, и скажем, NPM, install. Пакет называется ровно так же, как и библиотека, MOKA. И вот такой вот ключик укажем — save dev. Что это означает? Это означает, что мы сохраним MOKU не в основные зависимости, а в зависимости для разработки. И эта зависимость будет доступна только тогда, когда мы разворачиваем проект для разработки. В production версии этого проекта MOKU не будет. Но это правильно. Зачем нам тестовый фреймворк в production версии нашей библиотеки? Ни к чему. Указывая save dev, мы сохраняем в production версию. В development версию. Для того, чтобы запустить тест с использованием MOKU, мы пишем следующее. MOKA и указываем файл, который мы хотим протестировать, или директорию, файлы в которой мы хотим протестировать. MOKA сама развернет файлы в директории, но, к сожалению, не рекурсивно. То есть если у вас в папке есть папка, то она не развернет. Чтобы это сделать, нужно еще указать флаг минус-минус рекурсив. Ну и, соответственно, мы получим какой-то такой отчет. Также можно запустить MOKU короткой командой, но для этого нужно в вашем файле package.json поправить секцию скрипт. В секции скрипт сказать, тестируем при помощи MOKU. MOKA и путь к вашим файлам. Ну, у меня в тесте лежат папки test. Вы, наверное, обратили внимание на эту секцию, если пользовались хоть раз NPM init. Эта секция создается всегда по умолчанию. Если у вас даже нет тестов, то там будет сроу-герор, кажется, и что-то типа у меня нет тестов. В общем, она есть всегда. Если вы хотите тестировать при помощи MOKU, замените на MOKU test, и все будет работать. В таком случае тесты вы можете запускать вот такой короткой командой NPM test. Из чего состоят тесты? Мы уже видели, что для того, чтобы начать писать, нужно написать группу тестов — describe. Describe нам приезжает в тот момент, он оказывается в глобалах, и приезжает нам в тот момент, когда мы подключаем, используем у себя MOKU. В describe мы передаем всегда два аргумента — это название группы тестов и, собственно говоря, код, функция, которая будет вызвана, когда MOKU захочет наши тесты прогнать. Точнее, когда мы скажем, MOKU прогони наш тест. Далее. Мы вызываем функцию id, в которой мы описываем наш тест. Подобно describe она приезжает тогда, когда мы подключаем MOKU, и так же, как в describe, мы передаем туда два аргумента. Это название теста и его код. В тесте мы делаем какое-то действие, проверку, ну и так далее. То есть создаем другой тест, действие, проверка. Но мы можем пойти дальше и вложить describe в describe. И это тоже будет работать. То есть мы объявляем внешний describe, а в нем не просто набор тестов, а в следующий describe, который позволяет нам каким-то образом сгруппировать тест. Зачем это нужно? Ну, допустим, в нашем случае, вот, например, работа с пробелами, кажется, группируется в какую-то одну группу. Соответственно, все действия с пробелами я выделил в describe spaces. Результат при запуске вот такого, такой конструкции, когда describe в describe будет следующий. На верхнем уровне название верхнего describe, а потом название вложенного describe, ну и здесь уже тесты. Для того, чтобы тестовый отчет получился правильным, и для того, чтобы вы сами понимали, что происходит, старайтесь сделать правильные, осмысленные названия describe и тестов. Когда вы пишете describe, описание, вы должны задавать себе вопрос, что я тестирую. То есть вот здесь, в этой строке, должен быть ответ, что находится под тестированием. Когда вы пишете тест, то вы должны ответить на вопрос, а что должно произойти? Можно, безусловно, передавать строки на русском языке, на английском, по хоть на какому, но я советую вам это делать на английском. И ваши тесты начинать всегда со слова shoot. То есть вот это вот должно сделать то-то, когда то-то. Примерно так должны выглядеть ваши названия тестов. Тогда из названия тестов вы поймете, что упало, и поймете, как это починить. Когда мы говорим о моке, мы должны еще упомянуть о хуках. Так бывает, что прежде чем запустить тест, нужно выполнить какое-то действие. Это действие нужно выполнять перед каждым тестом. Одинаковое действие. Ну, например, перед тем, как проверить какой-нибудь запрос к Монге, мы должны к ней подключиться. Действие, которое мы выполняем перед всеми тестами. Для таких случаев существуют хуки. Хуки. Хуки бывают четырех видов. Первый хук — это before. Этот код будет выполняться один раз перед всеми тестами в этом describe. Хук after, соответственно, будет выполняться один раз после всех тестов в этом describe. Если вам нужно запустить какой-то код перед каждым тестом, то вам нужен хук before each. А если после каждого теста, ну, соответственно, after each. Если вы вкладываете describe-describe, то сначала запускаются хуки верхнего уровня, потом запускаются хуки вложенные. Мока это гарантирует. Давайте напишем… Дальше продолжим реализовывать нашу задачку с заметками. И напишем контроллер, который будет создавать нам заметку. Значит, как я уже показывал на первых слайдах, заметка будет состоять из двух частей — даты создания и какого-то содержимого. Мы будем складывать ее в Mongo, и это можно сделать, например, так. Мы берем MongoClient, коннектимся к какому-то инстансу Mongo, и когда connect произошел хорошо, позовется вот этот callback. Что мы делаем в нем? Выбираем коллекцию notes и добавляем туда запись. Здесь я вам показал еще одну новую возможность YACMAScript 6, когда мы не указываем имя поля, оно берется равным значению имени переменной. То есть эту запись читай как created.add двоеточие created.add и content двоеточие content. Ну, удобно. Таким образом мы создаем заметку. Тесты на эту штуку можно написать таким образом, чтобы они были минимальными, когда мы используем хуки. Как я уже заспойлерил, в хуке before мы можем подключиться к Mongo. Нам нужно это сделать один раз, поэтому нам этот хук отлично подойдет. Давайте разберем, что здесь написано. Мы берем также, коннектимся к Mongo. В блоке event получаем, собственно, connect до Mongo и сохраняем его в глобальную переменную. Точнее, в переменную, объявленную в блоке describe. Поскольку connect к Mongo — это операция асинхронная, то нам нужно сказать, мока, подожди, не прогоняй тест до тех пор, пока я не приконнекчусь к Mongo. Для этого я использовал вот в этом примере callback синтаксис. Я принял в самом тесте, в хуке переменную done, аргумент done, который ведет себя следующим образом. Если позвать done без аргументов или с аргументом, кастующимся к false, то хук завершится удачно. Если позвать done с чем-то, что не кастуется к false, то хук зафейлится. Соответственно, как работают промисы? Здесь, напоминаю, connect вернет промис, и пойдет следующая история. Мы свалимся в первый callback вот в этом блоке then, в котором просто возьмем, присвоим переменную. Мы из него ничего не возвращаем, а если из функции ничего не возвращается, то она возвращает что? Undefined. Значит, вот в этот блок, в этот блок then, свалится в done undefined. Undefined отлично кастуется к false, и значит, наш хук не завалится. Если произошла ошибка при коннекте, то мы свалимся во второй callback и вызовем done с ошибкой, и наш хук зафейлится, и тесты даже не начнут прогоняться. Мы увидим эту ошибку в тестовом отчете и поймем, ага, в before hook у нас произошла такая-то ошибка, окей, пойду разберусь. Вот это вот один из способов, как можно работать со синхронностью в Moki. Второй способ. Сначала объясню, что здесь происходит. Перед каждым тестом мы хотим почистить коллекцию записей. Почему? Потому что мы будем, наверное, как-то разным образом разные записи туда инсертить, и когда мы будем проверять актуальное значение, нас не устроит то, что там лежало раньше. Кажется правильным делать чистку, прибирать за собой после тестов. Но мы же все хорошие программисты, мы написали что-то в Mongo, проверили, что там все хорошо, за собой почистили, пошли домой. Но, к сожалению, это не так. Ну, в смысле, мы-то хорошие программисты, но иногда что-то, иногда где-то забывается. Поэтому мой вам совет. Всегда готовьте окружение перед тестом, а не после. Соответственно, перед всеми тестами мы будем делать следующее. Выбирать коллекцию notes и удалять все записи из нее. Поскольку запрос к Monge тоже асинхронная операция, то мы должны сказать Моке, подожди, пока эта штука завершится. Чтобы этого, это сделать, мы также принимаем callback done и вызываем его тогда, когда закончилась операция. Почему нельзя просто взять и вот сюда написать done? Потому что remove возвращает результат. Типа, что ему удалось сделать? Удалось удалить? Не удалось? Сколько записей? Если мы позовем done с этим результатом, Moco подумает, что, о, у меня позвали с данными, значит, это fail. И выведет это в фейле. Поэтому нам нужно позвать done без аргументов. Можно использовать стрелочную функцию для этого. Вот такая вот короткая запись. Она, конечно, короткая, но я знаю людей, которым она не очень нравится. Пойдем дальше. Третий способ, как работать с асинхронностью, это просто взять и вернуть promise. Из хука или из теста мы это сделаем на примере авто. На примере авто. А, кстати, да, тут, пардон, ошибка. Done здесь принимать не надо. Так вот, close — это promise. И когда он завершится удачно, Moco примет этот promise, поймет, ага, он завершился хорошо и закончит наши тесты. Если promise зафейлился, зареjectился, то тесты завалятся. Вот таким образом, описав все окружение, мы готовы к тому, чтобы писать тесты. Ну, а тест на этот контроллер будет выглядеть как-то так. Мы берем где-то там выше, импортируем наш контроллер и вызываем его с двумя параметрами. Параметр data. Ну, здесь она такая, так себе data, скажем, 1, 2, 3. И так себе заметка myNode. Но для тестов нам хватит. Всегда старайтесь в тестах использовать очень короткие и лаконичные названия. То есть старайтесь, чтобы они не были излишними. То есть используйте максимально подходящее для этого. Я считаю, что такие значения вполне подходят. Когда запрос к контроллеру завершился, напоминаю, он возвращал promise, то мы свалимся вот в этот callback, описанный в блоке then. В нем мы делаем следующее. Берем коллекцию notes и ищем в ней все записи. Find возвращает нам курсор. Мы этот курсор превращаем в массив и результат возвращаем дальше по цепочке промисов. Сваливаемся в этот then, уже имея в actual все записи, которые есть в monge. Поскольку мы перед тестом почистили коллекцию notes, то нам, по идее, должна вернуться одна запись. И в ней поле created add должно равно быть 1, 2, 3, а поле content должно равняться my note. Если это не так, ну, соответственно, наш контроллер что-то делает не так. Ну и здесь я использовал для работы с асинхронностью вариант с then done done. Уже во многих примерах я начинал использовать, писал вот такие штуки, как assert, что-то там. Сейчас я расскажу, что это такое. Итак, библиотека assert. Она поставляется нам вместе с нодой. То есть в последних версиях нода она уже, да, она, по-моему, всегда была. И работает она следующим образом. Самый простой метод, который есть в библиотеке assert, это assert.oc. Эта штука сравнивает на эквивалентность с true. То есть если то, что вы туда передали, каким-то образом приводится к true, значит все хорошо. Если, ну, соответственно, true будет приводиться к true, строка, объект — это короткая запись assert.oc. Можно просто писать assert. Если аргумент к true не приводится, то возникнет исключение. Исключение будет выглядеть так. Assertion error, она называется, тип assertion error. И вам скажут, что не равно true. Ну, в данном случае мы использовали false. False точно не равен true. Пустая строка, 0, 0, они все кастуются к false. Для того, чтобы сравнивать значения, нам нужно использовать equal. Хоть здесь и написано, assert equal — это не проверка на равенство, это проверка на эквивалентность. Напоминаю, 2 равно — это не равенство. Значит, что будет чему равно. Ну, понятно, true, true, строки, а вот здесь нас подстерегает опасность. Если вас действительно устраивает то, что строка 1 и число 1 равно, используйте assert equal. Если нет, сейчас расскажу, что делать. И вторая опасность — это когда у нас вот такая проверка фейлится. Кто мне скажет почему? Да, ссылки разные, хоть и объекты выглядят одинаково. Для того, чтобы отсеять первую проблему, используйте strict equal. Вот это уже равенство. Ну и, соответственно, будут равны только вот такие штуки, литералы, и не равны 1 и строка 1 и объекты. Чтобы побороть последнюю проблему с сравнением объектов, нужно использовать deep equal, когда мы сравниваем, разворачиваем объекты в глубину. Ну, соответственно, сравнивая через deep equal литералы, все тоже будет хорошо. Используя библиотеку assert можно сделать достаточно много вещей полезных, но, к сожалению, она не всегда ведет себя хорошо, ну, точнее, ведет она себя хорошо всегда. Не всегда по ее результату работы можно однозначно сделать вывод. Вот давайте разберем этот пример на вот такой задачи. Нужно проверить, что некоторые переменные nodes являются массивом. Вспоминаем первый семестр. Как проверить, что переменная массив? Прототип — это слишком сложно, но можно. Ну, конечно, лучше пользоваться оператором instants of. Если переменная array, тогда она вернется true, иначе false. True, false. Ага. Я вам только что рассказывал про assert.ok. Наверное, нужно заюзать вот такую штуку — сказать assert.ok и сказать nodes instance of array. Если все хорошо, то тест пройдет, если нет, то зафейлится. И зафейлится он вот с такой вот некрасивой ошибкой. Assertion error, потому что мы пользуемся assert. А дальше вот такая тарабарщина. False равен равен true, и тут что-то вообще непонятное. Не очень красиво. Поэтому можно воспользоваться следующим улучшением — передать второй аргумент в функцию assert.ok. Этот аргумент будет выводиться в случае, если проверка не прошла. И в нашем тестовом отчете мы увидим уже более лаконичное сообщение. Мы увидим assertion error nodes из node array. Но по-прежнему большую часть отчета занимают непонятные строки. Expected true, actual false. Хотя, блин, мы хотели просто проверить, является переменным массивом или нет. Для того, чтобы сделать это лучше, можно воспользоваться библиотекой chai. Для того, чтобы ее установить, воспользуемся package manager, говорим npm install chai и сохраняем ее также в дев-версию нашей зависимости. Подключаем chai. У него есть три интерфейса. Expect, shoot и assert. Они все три по-своему хороши. Сейчас я вам расскажу про shoot, потому что он из них трех наиболее лаконичный. Почему? Если нам нужно сравнить переменную, является ли она instance of array, мы так и пишем. Nodes should be an instance of array. Блин, ну, магия какая-то. Что в этот момент происходит? Когда мы говорим shoot, мы записываем в прототипы всех объектов некоторую магическую переменную shoot, которая нам доступна в тестах. Ну и все. Дальше можем писать вот такие вот классные предложения о том, равно, не равно, имея длину там. В общем, пройдите на сайт с документацией, там их гора какая-то просто. И они все очень классные. А самое главное такое сообщение поймет даже человек, который никогда не программировал. Вполне себе осмысленное английское предложение. И сообщение об ошибке будет очень лаконичным. Assertion error по-прежнему нам говорит, что я ожидал, что строка будет instance массива, а вот это не так. Но есть нюанс. Если я пересвою в переменную notes, например, null, как вы думаете, что произойдет? Какой прототип у nullа? Так, number вариант, object. Еще какой вариант есть? Да ну ладно. Мы же рассказывали вам в прошлом семестре. Никакого. У nullа нет прототипа. И у undefinedа нет прототипа. И вообще у многих вещей прототипа нет, к сожалению. Поэтому туда нельзя просто так взять и записать shoot. Ну и, соответственно, если мы позовем shoot от nullа, нам так и скажут. Я не могу вызвать shoot of null или of undefined, и все упадет совсем не вот с такой красивой ошибкой, с какой-то фигней. Поэтому я вот в своих проектах использую чай, но с другим синтаксисом, синтаксисом expect. Вот он позволяет от таких ошибок избавиться. О том, как он работает, я вам предлагаю ознакомиться дома самостоятельно. Приготовьте. Сейчас будет реально хардкорно, поэтому соберите мозг в кучку. Но для начала лайтовая тема. Итак, отладка тестов. Для того, чтобы ввести разработку какой-то фичи, какой-то новой фичи, если у вас есть в проекте много тестов, то, наверное, вам не хочется гонять эти тесты, все тесты. Вам хочется гонять только те тесты, которые покрывают эту новую разрабатываемую фичу. И для этого есть следующие механизмы. В Moki можно вызвать метод only у теста. В таком случае Moki запустит только вот этот тест. Если вы вызовете only у describe, то запустятся все тесты, описанные в этом describe. И отсюда становится понятно, ну, зачем вообще выделять какую-то функциональность в describe. Ну, чтобы запускать ее очень удобно. Также можно взять и пропустить тест, указав метод skip, вызвав метод skip у теста, либо у describe, и тогда пропустится группа тестов. Если же вы сказали skip, то тест или группа тестов будет висеть в состоянии pending, то есть тесты, которые не запускались. Также состояние pending можно добиться, если мы опишем тест и не станем передавать ему второй аргумент, функцию. Тогда просто реализации не будет и запускать будет нечего. Для того, чтобы вести разработку удобно, можно запускать тесты в вашем IDE. Я пользуюсь WebStorm, поэтому, да, я буду снова вам рассказывать плюхи WebStorm, а именно как запускать на нем тесты. Итак, для начала нам нужно установить Moki. установить ее глобально, так, чтобы она была доступна сразу для всех проектов. Когда мы установим Moki, то нам нужно проверить, что все прошло хорошо. Ага, Артем обрезал видео. Значит, в настройках в Node.js и NPM будет установлена Moki в самой последней версии. Дальше. Мы нажимаем на Run, Edit Configuration, и здесь говорим, добавь ко мне новый раннер тестов с использованием Moki, естественно. Нас попросят ввести имя этого раннера. Вы можете ввести просто имя Moki или MyFavoriteRunner. Если мы его тестируем, там, какой-нибудь функциональность, какой-то там слаг-генератор, то пусть будет название слаг-генератор. Все остальное мы указываем по умолчанию. В Working Directory мы выбираем, как ни странно, директорию, в которой находятся наши файлы. Все остальное также оставляем по умолчанию. Единственное, что можно поменять, нужно поменять, это Test Directory. То есть директория, в которой лежат ваши тесты. Ну, соответственно, указываем на директорию с тестами. Если мы хотим запускать тесты в поддиректориях, рекурсивно ставим галочку Include Subdirectors. Говорим Run, выбираем наш тест, там, да, есть. И видим результат прямо здесь, в AppStorm. Часть тестов прошла, один тест зафейлился. Чтобы понять, какой, мы жмем на него и видим, ага, очень философский тест. Shoot, true, shoot, be false. Ну, да. Прикольный. Говорим skip, если, например, не хотим, чтобы он запускался. И снова по hotkey, или вот здесь вот нажимаем на Run, тесты снова все прогоняются. Все семь тестов прошло. Один тест в состоянии pending. Падам-падам. Все. Вот так вот можно запускать тесты в Moki. В AppStorm. Если же вы предпочитаете использовать консоль и хотите прогонять тесты в консоли, то и тут для вас есть ряд плюшек. Вы можете запускать тесты, используя разные виды отчетов. Например, отчет SPEC. Этот отчет мы сегодня наблюдали на всех предыдущих слайдах. Это отчет по умолчанию. Он такой самый развернутый, самый содержательный. Есть краткий отчет, когда каждый тест заменяется на точечку нужного цвета. Есть совсем минимальный отчет, когда тесты не выводятся, а выводится только количество тестов, которое прошло, и тестов, которые в состоянии pending или error. Ну и, конечно же, есть отчет с котиками. Да, есть няшный отчет, когда вы его запускаете, там такой котик в радугу пускает. Я не шучу, серьезно, запустите, уверен, видите. Если вы… вы можете также отчеты видеть в виде HTML или, скажем, в виде JSON, если вы хотите куда-то потом эти данные отправлять. Дальше. Дальше мы разберем инструменты, которые нам помогут тестировать наш код. Первый инструмент, он нужен нам для подмены. Подмены настоящего модуля на наш, какой-то другой, фейковый. Итак, давайте рассмотрим эту задачу с генерацией идентификатора немного в другой плоскости. Теперь нам нужно не просто сгенерировать идентификатор на основании первой строки, а сделать так, чтобы он состоял еще из латинских символов. Я на самом деле сильно считерил, когда показал вам мой to-do-лист, и первая строка действительно состояла из латинских символов. А что будет, если она состоит из русских символов? Ну, одно из решений — это взять и перевести транслитом, транслитерировать символы. Для этого мы подключим библиотеку транслит. Наверняка такая библиотека есть. Вот, и наш код изменим следующим образом. Мы завернем, прежде чем начать преобразование над строкой, мы прогоним ее через транслит. Весь остальной код остался таким же, как и был раньше. Тест будет выглядеть следующим образом. Действие. Мы говорим generate node.id на основании строки «привет» и сравниваем, что полученный результат равен эталонному «привет». Не знаю, как это прочитать. Так вот, а что если библиотека транслит еще не реализована? Или ее реализует мой сосед Сергей, да, справа отнесет Сергей, который ее еще не опубликовал? Или эта библиотека есть, она опубликована, но она работает нестабильно? Или вообще, в принципе, она работает очень долго, и я на самом деле не хочу ждать, пока она завершит свою работу. Я хочу протестировать свой код. То есть я хочу протестировать вот это вот поведение. Не хочу тестировать транслит. Транслит занимается другой разработчик, и он обязан ее протестировать. Я этого делать не хочу. Так вот, во всех этих случаях мы можем подменить реализацию транслита на реализацию какую-то фейковую. Транслит к нам пришел при помощи require, и при помощи require же мы его и подменим. Есть инструмент, называется он mockery, который позволяет подменить настоящую реализацию на фейковую. Для того, чтобы установить mockery, также говорим npm install mockery, сохраняем ее в dev-зависимости. Почти все, что сегодня мы используем, мы сохраняем только в dev-зависимости. Подключаем ее в наш тестовый файл и пишем следующую штуку. Объявляем наш тест, и в этом тесте объявляем функцию, которая будет транслитерировать нам слова. Она фейковая, и она не должна уметь делать много и хорошо. Она будет делать только одну вещь. Она будет проверять, что на вход пришла строка привет мир, и возвращать эту же строку только транслитом. На все другие строки она сругается. Почему? Потому что вот этот вот assert не пройдет, а значит возникнет assertion error. Дальше мы хотим подменить реализацию библиотеки транслит на нашу фейковую реализацию. Мы говорим mockery, register mock. И дальше мы говорим, все, mockery, я сконфигурировал тебя. Начиная вот с этой строчки, любое require будет прогоняться через mockery. И если найдется вот такая вот реализация, она будет возвращена, то есть возвращена в фейковая реализация. Если никто не зарегистрировал какую-то библиотеку, то вернется настоящий. Поскольку, когда мы require файл generate note id, там первой строчкой говорится require translate. Mockery понимает, что да, транслит у меня есть, и вместо настоящего транслита возвращает наш фейковый. Дальше история будет развиваться следующим образом. Мы позовем наш generate note id со строчкой привет мир, попадем в фейковую реализацию транслита, то есть вот сюда, проверим, что строка пришла нужная, вернем привет мир, и дальше пройдем, преобразуем эту строку по всем описанным ранее правилам. Вот эти вот фейковые Mocky, вот фейковые реализации, их часто очень используют при тестировании, чтобы отвязаться от внешних зависимостей. Эти штуки называются заглушки. И для того, чтобы сделать заглушки удобными, конечно же, есть библиотека, которая реализует интерфейс заглушек. Эта библиотека находится в составе библиотеки Sinon. Ставить библиотеку Sinon, ну, каким-то очень понятным образом можно. И в ней мы будем использовать стабы. Стаб — это пенек, дословно, или заглушка. Значит, как мы, как этот же тест будет выглядеть с использованием стабов? Мы говорим SinonStab, сгенерируй мне какую-то новую заглушку. И дальше пишем ее поведение. Скажем, если эту заглушку позвали с аргументами «Привет, мир!», то в первый раз, на первый такой вызов, верни мне строку «Привет, мир!». А на все остальные вызовы и на все остальные аргументы прокинь исключение. Wrong. Translate. Argument. Вот таким образом мы можем очень гибко настроить наши стабы. То есть настроить поведение наших предопределенных функций. Дальше мы берем и при помощи Mockery подменяем настоящую зависимость транслита на нашу фейковую, на стаб. Говорим Mockery Enable, подключаем наш файл и начинаем переводить. Таким вот образом будет выглядеть тест на ту же самую функциональность, но уже с использованием стабов. Еще один очень важный инструмент, который предоставляет нам Sinon, это шпионы. Шпионы — это функции, которые подробно записывают все, что с ними происходит. Они записывают, кто их вызвал, сколько раз их вызвал, с какими аргументами, после кого или до кого, в каком контексте. В общем, всю информацию, которую можно собирать, шпионы собирают. Для того, чтобы показать вам мощь этого инструмента, давайте вернемся в предыдущий семестр, а именно к пятой задаче. Мы вас просили реализовать event-имитр, который служил таким мостиком между лектором и студентами. Значит, задача звучала примерно так. Реализуйте event-имитр. На этот event-имитр можно подписаться на какое-то событие, и тогда в контексте какой-то переменной, например, Дарья, вызовется некоторый callback. Ну, например, здесь он просто напишет строчку ОХО. И когда лектор заэмитит слайд, эта строка появится на консоли. Как написать тесты на вот эту вот задачу? Сделать это можно следующим образом. Мы импортируем библиотеку Sinon и создаем экземпляр эмиттера. Дальше мы у Sinon говорим, сгенерируй нам нового шпиона. Этот шпион не будет делать ничего, кроме того, что все будет записывать за собой. То есть такая функция, которая ничего не делает, просто, ну, бдит. Дальше мы говорим, когда произойдет событие слайд, позови шпиона. И эмитим событие слайд. В этот момент позовут шпиона, и он знает, да, меня позвали. Дальше мы можем провести блок проверок. Например, проверить, что шпиона позвали ровно один раз. Кроме того, шпион может быть не просто пустой функцией, которая ничего не делает. Шпиона можно навесить на какую-то другую, уже реализованную функцию. Это очень удобно, чтобы проверять, что вы действительно вызываете нужную функцию с нужными аргументами. Допустим, мы весим шпиона на функцию, которая выводит строку мухаха. Соответственно, повесившись на событие слайд, мы вызываем этого нового шпиона, обертку вокруг нашей новой функции. И когда эмитим событие слайд, видим мухаха. При этом и функция отработала, то есть на консоли мы увидели эту строку, и мы посчитали, сколько раз ее вызвали. Также мы можем проверить, что, например, шпиона не вызвали ни разу. То есть если с эмитери другое событие, то шпион ни разу не позовется. Ну и, соответственно, если с эмитери два раза, то мы можем спросить, шпион, сколько раз тебя позвали, и это число должно быть равно 2. Наконец, мы можем при помощи шпиона понять, с какими аргументами позвали ту или иную функцию. Допустим, мы немножко расширим интерфейс нашего эмиттера, и кроме названия события, он будет принимать какие-то данные, какие-то аргументы, которые нужно передать в callback. Таким образом, наш шпион будет вызван с некоторым аргументом send data. Мы берем первый вызов нашего шпиона, так и говорим, spy get call 0, и проверяем, что его позвали с одним аргументом, который равен send data. Вот это вот очень такой сильный инструмент, синон, который предоставляет нам заглушки и шпионы. А в комбинации с mockery это практически то, что нам нужно для того, чтобы писать тесты. И вообще этих двух инструментов нам будет достаточно, чтобы все протестировать, но можно это сделать эффективнее. Допустим, мы пишем приложение, которое делает сетевые запросы. И мы можем сделать подмену этих сетевых запросов на очень низком практически сетевом уровне. Допустим, мы хотим не просто переводить, не просто транслитерировать слова, а действительно их переводить при помощи, например, API-переводчика. Тогда наш код будет сразу станет асинхронным. Мы в этом генераторе Node.id будем ходить в какой-то API, получать оттуда результат, с этим результатом как-то работать. И тест на наш код будет выглядеть как-то так. Мы зовем generateNode.id. Раз эта штука станет асинхронной, значит, это будет либо promise, либо callback интерфейс. Пусть будет promise. Когда все запросы отработают, то мы свалимся в блок then и в нем проверим, что результат, который нам вернули, равен high. Кажется, очень лаконичный тест. Но кто мне скажет, в чем здесь проблема? Громче. Ну, мы написали какую-то реализацию, которая ходит в какой-то там API-переводчика и реально переводит. И в тестах мы это проверяем. Но я утверждаю, что здесь большая проблема есть. В чем? Переводчика можно сломаться вне зависимости от каких-то… Как бы ничего от тебя не зависит там, где-то что-то сломалось. Да. Может пропасть сетевое соединение, может сервер упасть, он может ответить не так, как вы хотели. В общем, может случиться много разных вещей, которые от вас сейчас не зависят, а значит ваши тесты упадут. И вы хотите избавиться от этого. Тесты должны быть стабильными, иначе они будут приносить вам только головную боль. Поэтому, чтобы тест стабилизировать, а вы действительно не хотите проверять, насколько грамотно переводит наш API-переводчика, можно подменить сетевой запрос на фейковый. Сделаем мы это при помощи библиотеки NOC. Ну, как установить NOC я даже уже не пишу, наверное, и так догадались. Подключаем ее при помощи реквая и пишем следующие строки. Если произошел сетевой запрос вот в такую вот, по такому вот хосту, вот по такому вот урлу, с какими угодно квери-параметрами, то верни мне код с ответом 200, все хорошо, и вот с таким вот телом. Что произойдет? Когда я позову свою функцию, пусть она будет translate, со строкой привет, то неважно, с какой я строкой позвал, на самом деле мне всегда вернется hello world. Специально я вам это продемонстрировал. И прогоняя через наши все преобразования, мы получим вот такую вот строчку. Что в этом поведении хорошо? Я только тестирую свой код и не тестирую внешний сетевой сервис. Этот тест проходит 10, а то и в 100 раз быстрее, потому что сетевой запрос — это всегда медленно. Ну и, наконец, этот тест стал стабильным. И это, конечно же, радость. Вы можете использовать NOC как предопределив его поведение, так и в комбинации с настоящими сетевыми запросами. То есть если NOC не найдет среди своих предопределений вашего запроса, он сделает настоящий запрос. По дефолту он не делает ничего. Вы можете сетевые запросы записывать, то есть один раз прогнать тесты в режиме NOC, который когда он, ну, как бы записывает все ответы, запросы и ответы, а потом прогонять тесты таким образом, чтобы он брал ответы уже из файла. То есть вот эта туза, она очень гибкая и позволяет на низком уровне заменить ваши сетевые запросы. Эта штука помогает не только тестировать, но и вести разработку. Если вы придерживаетесь архитектуры микросервисов и какой-то сервис еще не реализован, вы можете в своем коде написать вот такой NOC, в боевом коде написать вот такой NOC, который как бы ходит в этот сервис, когда он будет реализован, вы этот NOC уберете и все будет работать хорошо. Вы уже можете писать реализацию. Да, такое название. Супертест. Думаешь, вот все, здесь точно будет туза моей мечты. Ну да, наверное. Продолжаем задачку, которую задал нам Сергей. написать штуку, которая сохраняет заметки. В частности, вещь, которая отдает нам заметки, должна по такому урлу отдавать заметку с каким-то именем. Как будет выглядеть контроллер? То есть здесь мы возвращаемся уже на предыдущую пару, когда Сергей рассказывал нам про экспресс. Мы создаем приложение на базе экспресса. Это приложение App. И говорим, на пост запрос вот по такому урлу ответь мне, пожалуйста, вот таким вот контроллером. На get запрос по такому урлу ответь мне вот таким контроллером. А на все остальные запросы ответь мне, пожалуйста, 404 ошибкой. Ну, вполне себе такое хорошее приложение на экспрессе. Сейчас мы его протестируем. Как вы, наверное, догадались, не очень понятно, с какой стороны подойти вообще к приложению, написанному с пользой им экспресс. Как протестировать модуль, ну, плюс-минус еще понятно. За require, там describe, объявили тесты, бац-бац. А тут не очень понятно. И на помощь нам приходит супертест. Подключаем эту библиотеку. Ну, вы догадались уже как. Объявляем блок describe, блок it. И говорим, супертест, протестируй ко мне приложение App. Мое приложение, которое написано на экспрессе. Когда произойдет get запрос, вот, точнее, сделай get запрос по такому вот урлу. Вот с такими вот куками, например. Ожидай в ответе на свой запрос вот такой вот content type. И ответ со статусом 200. То есть вот этот тест проверяет, что ваше приложение вот на такой запрос с такими куками вернет HTML-ку с кодом 200. Это все вещь асинхронная, конечно же. Поэтому мы принимаем дан в тесте и здесь его вызываем. Если мы хотим протестировать 404-ю страничку, ну, давайте просто сходим при помощи супертеста в какой-то несуществующий урл. Ну, и получим 404-ю, проверим, что нам код вернулся. Также асинхронная штука. Ну, и, наконец, мы можем при помощи супертеста делать пост-запросы, ну, любые запросы, конечно же. Мы сделаем пост-запрос на notes, отправим туда какие-то данные, настоящую заметку и проверим, что в ответ нам вернулся код 200 и вот такое вот body. То есть тело ответа мы достаем из body и сравниваем его с каким-то нашим ожидаемым поведением. Поскольку вещи-то асинхронные, то, конечно же, нам нужны синхронизаторы. Да. Почему я здесь его позвал с ошибкой? Потому что если все хорошо и супертест отработал, сделал все эти запросы, то ошибка будет null или undefined, и все будет хорошо, тест пройдет. Если произошла какая-то ошибка, то мы здесь тест зафейлим. Последняя вещь, о которой мы сегодня поговорим, это покрытие тестами. Покрытие тестами — это метрика, которая указывается в процентах, и она показывает нам, какой процент кода вызывается из тестов. Какой можно вывод сделать по этой метрике? Ну, разный. Если у вас коверидж очень низкий, означает, что вы покрываете очень мало вашего кода тестами. Если у вас коверидж 100%, как вы думаете, какой можно вывод сделать? Нет, неправильно. Не весь код покрыт тестами. Это означает, что из тестов вызывается 100% вашего кода. Но, к сожалению, это не гарантирует то, что весь тест, весь код покрыт тестами. Сейчас я поясню, почему. Будем разбирать код коверидж на примере библиотеки Истанбул. Что? Ну, реально так называется? Ну, окей. Для того, чтобы ей воспользоваться, мы поставим Истанбул глобально, используя флаг минус g, и позовем, сгенерируем наш отчет о покрытии тестами. Если мы используем Moku, а мы используем Moku, мы пишем следующую штуку. Истанбул, ковер, и дальше следующую вещь. Мы указываем, при помощи какого репортера прогонять тесты. При помощи какого тест-раннера прогонять тесты. И указываем аргумент, откуда их прогонять. Если не откуда, то из текущей директории. И мы увидим несколько форм отчета. Одна из форм отчета — это HTML. Давайте здесь немного обратимся к демо. Значит, как эта штука работает? Я для вас заготовил демочку. Так, видно достаточно крупно? Да. Итак, для начала мы прогоним тесты при помощи нашего Истанбула. Говорим «Истанбул», ковер, Moku. Бах. Он прогоняет тесты. Вот здесь вот прямо будет настоящий тестовый отчет, который сгенерировал Moku. Ну, тут разные примеры, которые в лекции были. Все он их прогнал. Затем он сгенерировал по ним отчет и здесь вот написал. В своих тестах я покрыл 71% операторов, 53% веток ифов, вызвал 68% функций и вообще, в принципе, кода, строчка кода была покрыта 71%. Какие уж вы сделаете из этого выводы, ну, вам одним известно. Ну, наверное, это плохое покрытие. Ну, какие-то тут не очень хорошие цифры. Давайте посмотрим отчет в HTML виде. В HTML виде эта штука выглядит чуть симпатичнее. Она желтого цвета. А что означает… Это желтый цвет, если что. Да. А что означает… Ну, блин, зеленый там другой. Так вот, и по цвету нам как бы инстабул подсказывает, насколько ты близок к цели. Если желтый, значит, еще не очень близок. И здесь он указывает, ну, в общем, те же самые данные, сколько операторов покрыто, сколько веток, функций и строк кода. И он говорит, если хочешь узнать подробнее, жми сюда. Итак, допустим, у нас есть функция наша по генерации node.id. Я вам расскажу, как этот инстанбул работает. Чего-то ничего не вылезает. О, так влезает. Итак, что он говорит. В этой функции я покрыл 100% стейтментов, ну, в общем, вообще 100% покрытие. Для того, чтобы померить это покрытие, Истанбул сделал следующее. Он… Ну, я не дословно вам рассказываю, как он работает, я образно. Он сделал так. Он практически между каждыми моими строчками кода напихал своих функций и прогнал все тесты. Потом он посчитал, сколько раз его функции были вызваны. И на основании этих вызовов вот здесь написал цифры. Значит, функцию generate node.id использовали один раз, но, очевидно, вот здесь. Модуль экспортировали один раз. Функцию if позвали семь раз. Один раз зашли внутрь. Написали return. И шесть раз позвали вот эту вот цепочку вызовов. Для того, чтобы показать вам, что эта штука действительно работает, давайте отключим один тест, например, который проверяет то, что аргумент не строка. Для этого мы удобненько переключаемся в наш uid.e. Сегодня это будет, например, atom. В atome мы находим тесты на generate node.id. И ищем в нем тест, который проверяет аргументы. Ну вот. Should return undefined when input data not a string. Ага. Я говорю skip на этом тесте. И еще раз запускаю генерацию coverage. Смотрим тестовый отчет. И что же произошло в нашей функции generate node.id. Смотрите. Покрытие кода стало уже 80%. То есть что-то действительно сломалось. И мне прямо сказали, вот, обрати внимание на эту строчку. Это красный цвет, если что. Да, цветы передачи здесь все классные. А, да, это среди зеленый. Это уже не желтый. Так вот. И мне даже подсказали, что вот на самом деле здесь warning надо взять и протестировать эту ветку кода. Он говорит if path not taken. То есть сюда мы не зашли ни разу. Раз мы сюда не зашли ни разу, но окей. Это отличная такая подсказочка, что нужно делать и какую ветку теста нам нужно написать. Почему Istanbul — это не панацея? Почему она не поможет нам во всех случаях? На самом деле, написав один тест, который, например, отдает строку какую-нибудь там A и проверяет на выходе, что получилась строка A, он тем самым ничего, в общем-то, не проверит. То есть он не проверит, что вырезается первая строка и только первая. Он не проверит, что сводится к нижнему регистру. Вот этого не всего он не проверит. Но вызов этого всего произойдет. Значит, coverage будет. И если я напишу много таких бесполезных тестов, coverage у меня будет стопроцентным. При этом я ничего не протестировал. То есть Istanbul — это всего лишь такой помощник, который вам может указать вот на такие штуки, что, блин, ты вот здесь вот, наверное, не досмотрел. Давай-ка ты вот эту штуку протестируешь. Но на стопроцентный coverage полагаться нельзя. А на этом все. Пробка рассосалась. Все очень вовремя. Замечательно. И домашние задания вы найдете по этой ссылочке. Секция вопросов задавайте. Если там домашка, ну, наверное, есть уже. Это правда самый важный вопрос, который вас сейчас волнует? Ну, слава богу.